всем привет начинаю обзор не светодиодной лампы из китая не из китая вот такая коробочка такая незамысловатая многим кажется что это из алиэкспресс на самом деле нет это светодиодная лампа и power filament c37 f4 дубль дубль в 2 700 и 14 вот такая лампочка стоит она где-то в районе 190 рублей вроде бы покупал я на озоне . вот такая скромненькая упаковочка вот так ничего больше так ну сегодня будет обзор краткий сколько на свете сколько потребляет и совместима она с датчиком движения так в общем так вот она типа стекло светодиодная лампочка казалось бы драйвера вообще не имеет абсолютно даже удивительно 4 стержня заявлено 4 ватта теплый цвет даже удивительно даже аэра 5 ваттная как многие видели было из трех стержней так размеры максимальный диаметр колбы так 35 миллиметров длина максимальная так максимальная длина 113 миллиметров так без цоколя 86 миллиметров вот такая у нас лампочка на первый взгляд казалось бы драйвера нет ну сейчас мы посмотрим так сколько она весит так видно она конечно легкая тут написано сразу вот плохо видно конечно не видно тут и сразу а и power c37 f4 w2 700 и 14 вот сразу весит она у нас ну весит она 16 грамм всего на все это конечно мало ну в принципе даже по моим 15 грамм 15 грамм где-то весит 15 грамм весит она так ну включим и сейчас ее патрончик так посмотрим сколько у нас она будет вот уже видно что она вроде подсвечивает сейчас я выключу свет да к сожалению она светит уже от выключателя с подсветкой если видит уже подсвечивает так посмотрим на мерцание так мерцает ли она сейчас посмотрим или нет нет мерцания к счастью нет абсолютно нет не видно что мерцание мерцания абсолютно нет это уже радует казалось бы что светодиодная лампочка не имеет драйвера так мощность потребления 4 ватта производить абсолютно не не обманул так сейчас я буду крутить напряжение и посмотрим диапазон напряжение посмотрим вычислить драйвер там или не не стабилизатор или концентр баланс этот метается сразу видно вряд ли ну вряд ли ну давайте смотрим меньше стас дел так напряжение 100 06 вольт потребляемая мощь 4 ватта драйвер здесь стоит точно так меньше потребление уже снизу сожалению напряжение приложил 163 вольта мощь потребление снизу 3,4 ватта ну лампа стал мерцать как видите так придется добавить добавил напряжение 179 мерцание есть нет пожалуй здесь не драйвер стоит а линейный стабилизатор но довольно довольно хорошего качества до линейный стабилизатор за стоит драйвера здесь похоже нет потому что видите что снижается она линейно при снижении пульсации видите похоже стабилизатор ну ладно принципе то что не мерцает она при напряжении так 220 вольт она не мерцает 214 вольт уже небольшие мерцание есть чуть-чуть 200 вольт ну короче говоря от 200 вольт и выше она работает комфортно но принципе неплохая лампа мне все равно нравится так мерцать сильно начинает она ну вот уже сто восемьдесят пять вольт уже мерцание уже заметно но тут уже сильно мерцание короче говоря более менее работа на напряжение 200 вольт или выше так ну теперь добавим сейчас обычно движение так наши драйвера тут похоже нет сожалению ну ладно даже подсвечивается это уже признак то что тут скорее все стоит линейный стабилизатор так теперь посмотрим сколько как она свечит так для этого я беру люксметр вкручиваю так переходник и сейчас я посмотрим люкс и сколько она свечит так Так, дает у нас на 19 люкс, 19 люкс, так, теперь я возьму лампу накаливания и сейчас я ее поставлю. Так, светильник. Так, она светит у нас 22. 22 люкса потребляет у нас 43 ватта. Так, уменьшаем до 19 люкс. Так. 41 ватт видим, эквивалент потребляемой мощности. Ну, 40 ватт, короче говоря. То есть, первоначальное освещение 40 ватт. В принципе, это очень даже неплохо. Так, теперь я сейчас ее на полчаса ставлю и посмотрим, как она будет, люксу сколько давать. При... Через полчаса. Итак, прошло полчаса. Корпус лампы нагрелся не выше 50 градусов. Температого светоделка я не знаю. Так, мощность потребляет составляет 4,3 ватта и 16 люкс. Так, вставляем радостное накаливание и посмотрю, сколько люкс она будет давать. Так. Убавляем до 16 люкс. Так, 39 ватт. Светит она примерно как... Ну, почти как сороковка. 35-40 ватт примерно. Вот корпус, кстати, вот этот соколь нагрелся где-то примерно до температуры. Температура где-то 50 градусов. Сама колба меньше, где-то 45. Тем не менее, нормальный. Нормальный результат. Ну и последнее. Проверим на тест на совместимость трехпроводной датчки движения. Включены по двухпроводной специфической схеме подключения. Датчу движения возьму DD008. И посмотрим, будет она светиться в этом случае или нет. Итак, вот у нас выключатель, который надо поменять датчки движения. Так, буду включать его в разрыв фазного провода. Так, по двухпроводной схеме, трехпроводной датчки движения. Син – это синий, коричневый – это коричневый, КР – это красный. А под розетки выключать у нас, разумеется, два провода. Так, вот у нас датча движения. Знакомый многим – ASD DD008. Открываем крышку, вниз, смотрим. Так, саморезы пока я уберу. Так, теперь, вот диод тут стоит сразу на синем и красном проводе. На черный не обращайте внимания, это просто дорабатывал. Лишний провод мне надо было вытянуть, так что стандартной комплектации его нет. Так, в общем, вот такой. На синий и красный стоит, то есть AN стоит у нас диод 114007. Вот он, на синим и красным. Вот. Так, теперь вставляем эти у нас два конца. Так, я не буду укрепить, но крепежные места, они совпадают вот эти, вот этот и этот с этим сразу. Я уж не буду закреплять уж, и так понятно. Ну, в общем, вот. Вот у нас два конца, один конец подключаемый, где диод стоит у нас еще к синему проводу. Синий это N, если кто не в курсе. Вот так, вставляем с диодом и затягиваем. Так. И, соответственно, коричневый подключаем к клемме L. L это коричневый, ну а не это второй провод проводки. Вот и все. Все, два провода. Вот два провода у нас идут отсюда, и трехпроводный датчик движения. Так, и параллельно нагрузке мы поставим конденсатор. Не полярный, емкостью. Но я поставлю 2,2 мкФ, хотя желательно 3,3 мкФ. Вот так. Все. Вот у нас такая конструкция получилась. Включаем схему. Так. Так. Посмотрим. Так. Отключился. Работает вроде бы. Так. Посмотрим. Мерцает. Или не мерцает. Посмотрим. Мерцания нет. Тоже несколько лампчик тут можно, в принципе, вешать в случае. Мерцание, если будет, то... Тут напрямой свет попадает. Так уж вот так. Мерцания нет. То есть эта лампа совместима с этим датчиком движения. с датчиком движения. Включена по специальной двухпроводной схеме. Так. Так. Такая штука. Работает. Отлично. отлично. Но все нормально, отлично работает. двигаясь. И он уже включается. Так. И совместима с трехпроводным датчиком движения. Включена по двухпроводной схеме. Так. И еще один тест я хотел бы сделать. Работает ли она от одной полуволны. Без конденсатов сглаживающих фильтр. Сейчас посмотрим. Ради интереса. Сейчас я соединю шнур питания и посмотрю, будет она мерцать ли от одной полуволны. и посмотрим, будет ли она мерцать от одной полуволны. Убедиться, это хороший драйвер или нет. Этот тест может пригодиться тем, кто и собирается подключать в основном люстру. Потому что там используется нет конденсатора сглаживающего. Поэтому такой тест может кому-то понадобиться. Потому что я приводил множество схем, которые содержат подключение люстры без конденсаторов. Только чисто диода. Которая позволяет по двум проводам управлять двумя нагрузками. Вот сейчас мы посмотрим, хороший тут драйвер или нет. Сейчас мы посмотрим. Так. Так. Это вроде все правильно включил. Ну, включаем. Так. Посмотрим. По-моему, мерцает она. Да, к сожалению, мерцает. Так что, если кто собирается от полуволны, она не работает толком. К сожалению, она здесь мерцает. То есть, тут стоит не импульсный драйвер, а линейный стабилизатор. Это убедились. Тест не пройден. Так что, кто планирует такую лампочку поставить в люстру, увы, обломитесь. Но я импульсную схему приводил, бесконденсаторную. С датчиком движения по трехпроводной схеме, где конденсатор параллельной нагрузки идет, эту лампу можно использовать. Несколько штук причем. А вот в люстру, если без конденсаторных фильтров, то она будет мерцать здесь страшно. то эта лампа здесь не подойдет. Имейте ввиду. Ну, я заканчиваю свой обзор светодиодной лампы. Филамент C37F4W с теплым светом. Свет она примерно как сороковка. Но, на мой взгляд, такую лампу лучше не брать. Возьмите лучше вот... Сейчас скажу, покажу. Вот лучше взять вот такую ERA 5W, которая содержит импульсный драйвер. Свет она тоже как сороковка. Стоит она, между прочим, почти как вот эта вот лампочка. Поэтому, я считаю, эту схему, эту лампу, если вы собираетесь без конденсаторную схему только с диодами ставить, люстру, то лучше всего такую лампу не покупать. Она будет мерцать. Драйвера здесь нет. Стоит линейный стабилизатор. Ну, я заканчиваю обзор. Всего доброго. Ссылку, где купить на Озоне, я приведу в описании. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok